Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом доме, на этом месте стоял дом, когда как мы уже говорили на кладбище в 1894 году родился угодник Божий чудотворец Почаевский отец Анфилохов при крещении ему дали имя Яков отец его Варнава звался вот здесь прошло его детство на этом дворе что интересно когда у нас был в 1946 году пожар и все село сгорело этот дом остался цел и потом когда на то время уже отец Анфилохов был в лавре Почаевской когда все пришли увидели, что дом целый вернулись из леса тогда решили, чтобы так как все люди начали строиться а этот дом остался целый решили строить храм на место, где мы были в храме проезжали возле него вот это даже положило начаток строения храма пожар который случился в 1946 году потом когда его привезли из Буданово дочка Сталина Аллилуева Светлана забрала его с племянниками его которого звали Тихон он здесь тоже жив он поселился в этом доме где принимал много людей принимал чтобы исцелять от душевных телесных недугов вот это окошко это было его келья он здесь жил вот это построил своими руками здесь кушать готовили людям, которые к нему приезжали сейчас здесь никто не живет это частный дом естественно Холохи очень любил сад очень любил все деревья которые здесь тоже его помят вор очень помнят но это ну потом в другое место перебрался где он умер ну там на этом месте сейчас ничего нет дом этот разобрали там просто фундамент остался ну узнали где он потому что сразу никто не узнал а потом Схай Малва быстро разошлась ну все ж таки это очень много и к нему всех стран Советского Союза сюда приезжали и если даже к ним сюда приезжала Светлана Аллилуева которая он от какой-то болезни ее исцелил и вот она даже по ее прошение ходатайства его отпустили из Буданово когда его заключили в психиатрическую больницу за то что он не отдал храм Святой Троицы в Лавре вот и хотели таким отомстить и вот попрошение по ходатайству Светлана Аллилуева и его выпустили и сразу она его сюда привезла она конечно хотела его в Грузию вывезти но люди не дали можно так сказать и Роман наверное Божий был такой чтобы он остался здесь и люди сюда узнали что он здесь и очень многие приезжали он каждый день служил молебны акафисты водосвяты молебен и все кто приезжал к нему он благословил эту воду люди пили молились и исцеляли ну сам Ваиш Ханфилов и говорил что он только половина людей исцеляет вот половина может кто-то по неверию может кто-то еще по каким-то иным причинам обстоятельствам но только половина людей от кого уезжали исцеленные ну это сам сам говорит говорю что здесь скажет двор омытый людскими слезами ну это действительно так потому что если люди как говорится как тревога то так к Богу обращается вот так люди с каким-то нуждами ехали здоровый как человек ни в чем не нуждается он немножко забывает которое было а когда вот какие-то потрясения или вот какая-то слабость сразу же обращается к Богу и ищет кто бы ему мог помочь вот ну каждый день он тоже давал бесплатные обеды ужины люди ну люди здесь неделями жили издалека приезжают хотят просто здесь пожить просто помолиться просто уединиться потому что спокойно красиво чистый воздух вот вот побродить по полису размышлять о суетности нашего бытия вот через несколько лет или месяцев точно я не знаю он переселился к другой он здесь жил его племянник Тихон а он переселился потом к своей племяннице Ане где его там приняла где он тоже там был голубятник большой была маленькая такая часовина каждый день летом было очень много народа и 500 человек и больше приезжали очень много машин было очень часто автобусы сюда приезжали это все конечно высшестоящие власти запрещали но люди которые едут за какой то помощью божий конечно конечно это все не останавливали они или сами приезжали и не смотрели что не было дороги что и грязь была и может зимой хор делится разыграется но все таки они приезжали чтобы попросить у Бога заступничества попросить чтобы батюшка их исцелил конечно исцеление прежде всего было духовное а потом уже телесное если человек осознал свою греховную жизнь сначала можно сказать хаялся потому что действительно что он жил разумевал что он живет не по запрямь Божьим вот тогда происходило сначала духовное выздоровление а потом уже с Божьей помощи по молитвам старца царца Иосифа батюшка Филофи и получал исцеление телесное ну это конечно чудес который он совершал еще не записанной книгой в житии и многие люди не то что скрывают может стесняются или сомневаются в его силе духовной силе но много свидетельств самое лучшее свидетельство что вот можно приехать к нему на могилку или возле его мощей и увидеть что действительно люди упоминают его потому что со всей России и Украины и Беларуси даже с Кипра и то были переводы люди даже там знали вот сюда отовсюда вот из Америки из Калифорнии и то левто сюда попало вот жертвовали все это насчет этих денег все и люди где и часовинка построилась как говорится свято место пустыни бывают люди едут люди конечно была бы лучшая наверное дорога это еще большее количество сюда приезжало потому что люди паломничество идут по чаю вот на Божью Гору на источник Аны они бы и сюда заезжали но автобус сюда не были случаи когда ехали большими автобусами и просто он подушкой вперся в яму он говорит куда я поеду все не выдерживаю но может быть с одной точки и пока чтобы сохранить здесь покой тоже да может и да хорошо